Боль в затылочной области, в шейно-воротниковой области и в теменной вот здесь вот области, чувство давления. Вам нужно пройти комплексное обследование. Та соль, которая присутствует в хлебе, достаточно обратить внимание, сколько пьете вы жидкости. Стрессовая ситуация – это очень частая причина. Здравствуйте, меня зовут Екатерина Александровна, я кардиолог клиники Реал. Сегодня я бы хотела поговорить с вами об артериальной гипертонии или простым языком – это повышение артериального давления. У 56% пациентов старше 60 лет есть артериальная гипертония, но 40 из них не знают о том, что она у них есть. Самой частой жалобой пациентов является головная боль в затылочной области, в шейно-воротниковой зоне и чувство жара. Лицо горит, лоб горит, может также появляется потливость. Не каждый из нас задумывается о том, что когда у нас болит голова, хорошо было бы померить артериальное давление. Но если вы об этом вспомните и это сделаете, то для вас должны быть такие цифры, о которых вы должны вспомнить – это 140 на 90. Повышение артериального давления больше 140 и 90 – это как раз необходимость обратиться к врачу для того, чтобы вас обследовали и поставили или исключили вам диагноз артериальной гипертонии. Если повышение артериального давления разовое, то нужно обратить на это внимание. Но если у вас повышается артериальное давление больше 140 на 90 каждый день в течение недели, то это необходимость обратиться к доктору. Нужно пройти комплексное обследование. Оно включает в себя рутинное обследование крови, мочи, биохимические показатели. Обязательно нужно сделать ЭКГ, УЗИ сердца, УЗИ сосудов, которые проходят здесь, брахиоцефальные артерии их называют. Также обязательно нужно пройти ультразвуковое исследование почек. Все эти параметры помогут вам и доктору исключить вторичный генез артериальной гипертонии и подобрать правильную терапию. Если вы заметили повышенное артериальное давление, с чего стоит вам начать из изменения образа жизни? Обязательно нужно ограничить соль, потому что соль способствует повышению артериального давления. Обратите внимание, сколько пьете вы жидкости за сутки. То есть ее должно быть не слишком много и не слишком мало. В среднем это в районе 2-2,5 литров воды. Вы должны обратить внимание, как вы спите. То есть сон, бодрствование. Если вы ложитесь поздно, спить недостаточно, просыпаетесь в течение ночи, то это все может способствовать тому, что артериальное давление будет расти. И если в вашей жизни в последнее время появились серьезные стрессовые ситуации, это очень частая причина для того, чтобы артериальное давление тоже стало подниматься. Если долго не обращать внимания на повышенное артериальное давление, то это, к сожалению, может привести к очень печальным последствиям, таким как инфаркт или инсульт. И там уже это достаточно серьезно. Лучше сделать это заранее. С чего вы можете начать? Это вести дневник самоконтроля артериального давления. Перед этим обязательно нужно отдохнуть 5 минут. И рука ваша должна лежать на уровне сердца. Тонометр накладывается достаточно плотно, чтобы только один палец проходил под манжетку. И дальше вы измеряете 3 раза с разницей в 2 минуты. И среднее записываете. И измеряете на обеих руках. Такой дневник вы ведете в течение недели. И если средний показатель артериального давления больше 140 на 90, это действительно необходимость обратиться к кардиологу. Схема лечения очень индивидуальна. Потому что от особенностей организма, от того, что превалирует, выбирается определенный препарат. Но чаще всего стартовая терапия включает в себя 2 препарата. Либо дается комбинированный препарат, который включает в себя 2 этих препарата. Если есть при этом сопутствующая патология сахарного диабета или повышение уровня холестерина, то добавляются еще дополнительные препараты. Как часто мы будем с вами встречаться для того, чтобы артериальное давление держать под контролем? Вначале для подбора терапии это возможно каждый месяц или раз в 3 месяца. А дальше, когда вы будете знать о своем состоянии здоровья, будете знать свою терапию, как себе помочь в сложной ситуации, достаточно будет проходить раз в год обследование. Если вы молодой пациент, который впервые встретился с повышением артериального давления, то возможно после того, как вы наладите свой образ жизни, вам и не понадобятся препараты для того, чтобы его снижать. А если вы возрастной пациент и впервые выявили у себя повышение артериального давления, то возможно вам придется принимать препараты регулярно. Но это не должно вас пугать, потому что лучше вы будете контролировать свое артериальное давление, знать о своем состоянии и будете знать, что это защищает вас от плохих событий, которые могут случиться, если вы не будете о себе заботиться и принимать терапию. Эти препараты достаточно безопасны, прошли длительные клинические исследования, поэтому это не должно вас пугать. Надеюсь информация вам была полезна, рада была быть с вами сегодня здесь. Подписывайтесь на наш канал. Продолжение следует...